Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Катя и я снимаю разного рода видео из распаковки, beauty box, блоги, sephora и т.д. и т.п. Если вам интересует такого рода контент, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю от 3 до 7 раз в неделю. Вот так я как из пулемета. Пум-пум-пум-пум-пум. Итак, сегодня Asos. Давно не было уже Asos, но сегодня будет много прикольного всего. Я помешалась на эко-коже, я вам сразу говорю, но это тренд и это тренд такой доступный, да. Я бы и рада покупать настуральную кожу, хотя, конечно, уже нам надо бы, по идее, от этого отказаться, потому что бедные зверушки и т.д. Но эко-кожа вообще, они сейчас такого качества ее делают, она ничем не пахнет, то есть она выглядит как натуральная кожа и ощущается как натуральная кожа. В общем, если она выглядит как натуральная кожа и ощущается как натуральная кожа, значит, это натуральная кожа. Знаете эту шутку? Если она крякает как утка и выглядит как утка, значит, это точно утка. Это какая-то такая американская шутка. Итак, сегодня я вам хочу показать еще также кое-что из того, что я вам... Ну, как сказать, я вам показывала, помните, пижамы от Chelsea Pierce, я вам очень сильно их рекомендовала. Я вам показывала две с акулами и с котами, которые пиццу с мышами едят. Вот. И я вам обещала показать еще третью вот эту вот, тоже из этой серии. Это с котами, но это с котами, которые... Тако, тако, моя любимая, я обожаю мексиканскую кухню. И вот это, короче, коты, которые мексиканских сомбреро, шляпах мексиканских. И в виде тако. Ну, это просто, короче говоря, такая прелесть невероятная. Они очень красивые вот такого фиолетового, лавандового цвета, лилового, да. И точно такие же, конечно же, парамс, то есть точно такие же штанишки. И чем они хороши, я вам уже говорила, что износу нет этим пижамам. Я как только... У меня, например, ну, выйдут они из строя, я вообще сомневаюсь, потому что они вообще носятся просто великолепно, не скатываются, ничего с ними не делается. Они очень мягкие, они очень stretchy, то есть они тянутся, они комфортные. Он нигде ничего не жмет, не колет, ничего вообще. Я в них живу, в этих пижамах. И, что самое главное, они внизу заужены, как джогеры. Я вам в тот раз забыла сказать, но я терпеть не могу, когда пижамы с широкими штанинами. И я уже давно таки не покупаю. У меня вот последний раз, я даже не знаю, пару лет назад были, наверное, такие штаны, в которых я просто элементарно ногами запуталась и пару раз чуть не упала серьезно. Поэтому я всегда теперь покупаю только такие зауженные штанишки. Они не мешаются, они очень хорошо сидят по ноге. И я в них точно не упаду. По крайней мере, не из-за того, что я запутаюсь в штанинах собственных. Вот. Итак, а, кстати говоря, я еще, знаете, что вам хотела сказать? Я знаю, что, например, многие любят вот эти, которые ванзи. То есть это такой домашний, не то, что костюм, а домашний такой ванпис. То есть, господи, как это... Комбинезон, вот, комбинезон домашний. Да, то есть он как бы застегивается на... О, боги. Застегивается на... На молнию, господи, на молнию. И вы можете его сходить в туалет только путем абсолютно полностью снятия этого костюма до щиколоток. Я терпеть не могу такие ванзи, что называется, комбинезоны такие домашние. Я не представляю, как народ в них ходит. Каждый раз, когда ты идешь в туалет, ты должен полностью раздеться. Зачем это надо? Это так неудобно. У меня один раз такой был. Я первый и последний раз в жизни купила такую штуку, которая... Ну, как детские ползунки, знаете, вот. В общем, это был кошмар. Я очень сразу быстро поняла, что это плохая идея, и больше жизни я никогда не куплю такую штуку. И у меня есть картинка, я как-то ее увидела где-то в соцсетях. Картинка, я вам ее вот вставлю, где вот с этой стороны она будет, как девочка. Вот в этих ванзис это один в один я, и я сто процентов знаю, что это правда. И я думаю, что вы тоже, если вы хоть когда-нибудь пробовали такие штуки носить, вы их возненавидели, мне кажется, очень быстро. Ну, по крайней мере, со мной это так произошло. В общем, я с тех пор предпочитаю классические, обычные верх и низ, и чтобы не надо было полностью раздеваться каждый раз, когда в туалет идешь. А иногда часто хочется кофе напьешь, они же мочегонные, мочегонные, и потом в туалет через каждые 15 минут бегаешь. Ну, это же я преувеличила, конечно. Ну, в общем, вы представьте. Так, ладно, идем дальше. Слишком долго останавливаться на этом не будем. Следующая футболочка от бренда Wednesday's Girl. И вот такая вот прелестная шарик в виде сердечка, улетает в небо. Скоро у нас уже день 100 Валентина совсем. Но это не из-за дня 100 Валентина. Вы видели уже в прошлом много раз, что я покупаю часто с сердечками. Они прикольные. Они собирают всегда кучу комплиментов, такие футболки. И они как бы на каждый день вполне себе даже и подходят. Это, как всегда, у меня белого цвета. Я люблю белые футболки, особенно летом. Так как у нас здесь в Торонто летом очень-очень жарко. Вот. От этой фирмы, мне кажется, у меня ничего больше нет. Сделано в Англии, между прочим, написано. Вот. Wednesday's Girl называется фирма. Так что вот. Будем пробовать, как она по качеству. И я вам дам знать непременно. Вот такая. Так. Дальше. Дальше. Этот бренд вы прекрасно знаете. Это бренд French Connection. И это на этот раз. Вот с такой потрясающей аппликацией в виде сердечка. И оно шлет поцелуи другими сердечками. Они глиттерные, вот эти мелкие. Мне кажется, это футболка в таком парижском стиле. Мне еще береты черного не хватает, да. Но, кстати говоря, про береты. Я береты уже поняла, что я точно береты не буду носить. И от всех беретов своих избавилась. Как бы их на отдачу положила. Потому что я вообще шапки, честно говоря, не люблю. Мне кажется, шапки мне не очень-то и идут. И поэтому я в последнее время, последние несколько зим и осени, весну, я, как сказать, куртки с капюшонами предпочитаю. Или вот такие, знаете, повязки, которые как бы уши закрывают. То есть не на всю голову. А вот вы напишите мне, пожалуйста, вы шапки носите? И какого рода шапки? Потому что они тоже разные бывают, да. И с помпонами огромными. У меня, в принципе, у меня, кстати, есть еще несколько шапок сохранилось. Но они такие особенные. Я вам как-нибудь их покажу. Они с вуалью, с вуалью. Очень симпатичные шапки. Поэтому от них я не хочу избавляться. Они от фирмы Betsy Johnson. Она всегда прикольные всякие вещи делает. И у нее самое известное высказывание. Она, по-моему, сказала, что если что-то не цветное, то я этого не вижу просто. Потому что она всегда такая она... Ей уже лет немало. Но она такая, как девчонка, ощущает себя. И создает вещи такие, как бы, молодежные. Вот. В общем, вот такая вот футболка прикольная от French Connection. Точно так же на каждый день мы уже вполне. И на день сестого Валентина тем более. Так. Дальше. Также я вам, друзья, рассказывала в прошлом своем видео, что некоторые бренды не доставляют, например, в Канаду. Помните, я вам говорила, что они долгое время Stradivarius не доставляли. Вот я вам в прошлом видео показывала юбку, которую я покупила, серую. Вот. Они стали доставлять Stradivarius. Дальше. Они не доставляли... Какую же... Еще какие-то фирмы они не доставляли. И они... Ну-ка, сейчас, секундочку. Так, они... А, Бершка, Бершка они не доставляют до сих пор. Поэтому я время от времени проверяю. И Бершку, как бы, я не вижу, чтобы была доставка в Канаду. Вот. Но это не к этому. Я вам хотела показать топ, который постоянно... Эта фирма... У нас здесь, по-моему, нет этой фирмы. Вот я к чему. Она только на Asos есть. Но я знаю, что у вас она появилась... Я выверну на другую сторону, чтобы зацепок не было. У вас она появилась в России. И это скандинавская фирма. Я обожаю скандинавские стильцы, скандинавские бренды. Просто обожаю. У них, как правило, классное качество. Но вот эта конкретно фирма, она дороговата. И постоянно ее стилисты, за которыми я наблюдаю, они постоянно находят в эти магазины и постоянно рекомендуют какие-то вещи. В общем, это бренд. Я уверена, вы знаете этот бренд. And other stories. Вот. А, Стокгольм. Ну вот, Стокгольмское ателье написано. Вот, видите? Вот. Короче говоря, посмотрите, какая потрясающе красивая кофточка. У нее немножечко такой завышенный, шея завышенная. Но это как бы не водолазка, то есть совсем чуть-чуть. Она такого невероятного качества. Я ее покупала на глубокой скидке. Я бы ни за что не стала ее за полную цену покупать. Как я вам уже сказала, у этого бренда цены будь здоров. Вот. Она вот прям такая глиттерная-глиттерная, черного цвета. Вот она такая, да, прозрачная. Вы видите кофейную чашку сзади. Совершенно не колючая. Очень-очень мягкая. Я опасалась, что она может быть колючая. Нет, совершенно нет. И она мне знает еще, чем понравилась. Я ее для чего купила. Ее не обязательно как бы просто носить, да. Как бы, может быть, это будет слишком вызывающе, так как она все равно немножечко такая прозрачноватая. Ее можно классно поддевать под что-нибудь. И вот под что конкретно. Я вам сейчас покажу следующую вещь. И они идеально друг к другу подошли. Я очень-очень была рада. Сейчас я вам покажу эту вещь. Ну, в общем, в любом случае, я вам хотела порекомендовать этот бренд. Но чисто по скидке. Потому что я не знаю, как там люди платят у нас с нашими-то зарплатами. Там по 20 тысяч, да, за вещь. Это вообще какие-то немыслимые деньги. В общем, я очень довольна. Поэтому, and other stories, я вам рекомендую. Я постоянно проверяю там, что у них есть на скидках на Asos. Потому что они меня впечатлили вот этой вот своей кофточкой. Шикарного совершенно качества. Вот. Так. И, в общем, друзья, вот смотрите, с чем я ее хотела сочетать. Я купила кожаное кимоно от бренда Glamorous. Вы знаете, что я постоянно заказываю от этого бренда вещи. В общем, друзья, я просто обалдела, когда оно мне пришло. Во-первых, смотрите, у него, ну, оно в стиле кимоно, вы поняли, да, я вам померю все. У него такие рукава, как бы, получается, не то, что третье, чуть-чуть подлиннее. Оно довольно длинное. Оно миди, оно как бы идет ниже колена. Даже, ну, вот, да, сильно ниже колена. Вот так вот оно идет вот с таким вот ремешком. Ремешок достается. Вы можете этот ремешок использовать как хотите. Вот, и оно, короче говоря, смотрите, как бы вам показать так. Оно на заклепках, и у него ворот, смотрите, у него ворот вот так вот как бы идет. Заклепки, такие же кожаные, да, и вот так вот идет, то есть наискосок, поняли, да, наискосок. Я вам померю обязательно. Это просто такой хитяр, друзья, тоже на распродаже покупала. Смотрите, его можно хоть так носить само по себе. Либо я пробовала надевать вот эту вот потрясающе красивую кофту от Other Stories and Other Stories под низ. И это тоже хит, друзья, это тоже хит. Короче говоря, я вообще в диком восторге от этого кимоно, от этой кофты, от вообще всех моих заказов в последнее время. Так что вот, я вам рекомендую, это от бренда Glamorous, ничем не пахнет вообще, выглядит как кожа и ощущается как кожа. Так что вот, мы фанаты теперь эко-кожа стали. Так, еще быстренько покажу вам. Сейчас, секундочку. Ой, господи, тут все падает. Короче, еще одно заказала. Я как только увидела, как эта вещь пришла, я сразу подумала, боже, какая прелесть. Это тоже как кимоно в стиле кимоно. Мне так понравился этот вот кимоно кожаный. Я думаю, ой, как красиво сидит, надо заказать еще другое кимоно. Этот бренд, который я вам сейчас покажу, я вообще его не очень люблю. Ну, и я у него как-то заказывала у них, по-моему, что-то, а может и нет, что-то я путаю. Ну, в общем, мне кажется, что какой-то у меня был плохой опыт, что ли, с ним, или по качеству, что ли, мне не понравилось. Но я увидела это платье, тире кимоно, и подумала, прелесть, и сразу как бы загорелось. Сейчас я вам его покажу. Оно такое вот темное. В общем, суть в том, что вот так вот пишется, AX Paris, вот так вот пишется фирма. Суть в том, что я была на 100% уверена, что оно будет совершенно другого материала, друзья. Когда оно мне пришло, я немножко обалдела. Во-первых, намного темнеет свет в жизни, чем на экране монитора, намного темнеет. То есть оно практически, вот вы, наверное, могли подумать, что оно практически черное, да, оно прям темно-темно-синее, navy. Вот. Но оно как бы, да, в стиле, как бы, как вот было там на картинке изображено, но вообще не то, что я ожидала, абсолютно. Из какого-то полиэстера такого, знаете, не очень классного. В общем, оно такое длинноватое, ниже колена, и вот здесь у него такой как бы вырез идет, вот. Сейчас будет непонятно, но я вас фотографирую, и тогда вы поймете. И вот этот вот верх, вот это кимоно, оно как бы немножечко такое наплывом смотрится, то есть в этом вся фишка его. В общем, оно симпатичное, на самом деле. Я поначалу думаю, неужели придется обратно отправлять, потому что это совершенно не то, что я хотела, да. Но я его померила, и оно, конечно, как бы сидит неплохо, сидит неплохо, и у меня ничего в таком стиле нет. И я в последнее время стала носить больше платья и юбки, так как у меня две пары джинс осталось, я все раздала или отдала, или выкинула. Поэтому я вынуждена носить платье и юбки в последнее время, поэтому я запаслась, и я думаю, что на следующей неделе на правильную работу можно вполне вот в этом платье сходить будет. Вот, так что на этот раз все, друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите свои комментарии, что-то вам приглянулось или нет, носите ли вы кимоно. И не забывайте ставить лайки, пожалуйста, мне очень приятно. Подписывайтесь, и мы увидимся с вами в ближайшем будущем очень-очень скоро. Ой, а может быть я еще сейчас одно видео сниму, посмотрим. А вы оставайтесь в прекрасном настроении, и все. До скорых встреч, пока-пока.